Крым Патриот Форум 2020 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 того, чтобы показать, как это было. И когда это был ветеран, который приходил в класс, и видно, что человек знает, о чем говорит, это интересно. А сейчас это какие-то видеоролики, это YouTube, который, мы все знаем, атакует нашу молодежь просто чудовищными глупостями, давайте их назовем. Но это не глупость, это целенаправленная их работа на осквернение нашей истории. У нас сейчас приближается к реализации проекта. В каждой школе должен появиться стенд 10 мифов о Великой Отечественной войне и 10 разоблачений этих мифов. И таких мифов, конечно, не 10, но их каждый день в сети распространяют и соседи с севера, и другие наши, так сказать, друзья. И мы должны молодежи объяснять, что вас обманывают. Посмотрите на цифры, посмотрите на документы, посмотрите на факты. Ну и бороться в том же такими же способами. Нет, ну а где мы об этом блогер сказать? Мы только в рамках какого-то проекта, когда ребята своими руками сделали те или иные вещи, и пока они это делают, мы говорим о значимости тех событий. Ну вы сказали, что вам сложно, конечно, оценить свою работу. Давайте послушаем, как ее оценивают ваши коллеги в Москве. Мы связались с Александром Панариным, секретарем, вернее, замруководителем федеральной дирекции года памяти и славы. Давайте послушаем. Мы как федеральная дирекция в первую очередь ставили для себя ключевую цель это донести те ценности года памяти и славы до нашей основной целевой аудитории молодежи на понятном ей языке в целом. То есть считаю, что это удалось. И знаете, даже пандемия, которая вдруг нежданно негаданно откуда-то взялась, она внесла тоже свои серьезные коррективы в этом. И вы знаете, в этом году родилось очень много проектов абсолютно новых, которые, наверное, в другое бы время даже бы невозможно было в полной мере идентифицировать как имеющий своей главной целью именно патриотическое воспитание. Такие проекты, как там «Окна Победы», то есть за тем, что мы украшаем окна, мы, общаясь с детьми, с родственниками, при этом передаем именно историческую память, исторические события, рассказываем им о своей семейной истории. таких проектов можно много приводить на самом деле. Но Республика Крым это всегда очень активный регион, и, безусловно, Республика включилась во все федеральные проекты, которые проводились в рамках Года памяти и славы. Более того, Республика Крым всегда вносит свою определенную изюминку, антураж в эти проекты, чему мы, безусловно, очень рады, потому что именно региональная особенность, региональный аспект, в целом, его наличие это 80% успеха всего. В условиях на самом деле режима повышенной готовности, самоизоляции, мы для себя не ставим на самом деле какую-то планку, посчитать какие-то количественные показатели. Я могу абсолютно точно сказать, что крымчане включились во все проекты, крымчане реализовывали собственные проекты, которые у них были запланированы и рождались. И я не могу сказать в середине, в конце, в замом начале, потому что для нас нет такой ключевой цели определить по количественным показателям. Вот по качественному могу сказать, что на высоте. Вот так вот. На высоте оценили вашу работу. Евгений, но вот вы начальник профильного управления в Госкомитете и секретарь региональной дирекции. Что можете записать себе в актив за этот год? Чем смогли удивить московских коллег, учитывая, что это первый раз взаимодействовали настолько плотно именно в этом направлении? Знаете, хочется сразу сказать о первом разе. То есть, как бы отвечу на вопрос, но немножко иносказательно. Первый раз вообще практика создания дирекции Года памяти и славы, понятное дело, что это юбилейный год, создание дирекции с вертикалью в Москве, соответствующей структурой, зеркальной, то есть, как бы такой же дирекции Года памяти и славы в Москве. Удивительная практика, которая позволила нам понять, чем живет Россия на самом деле в сфере патриотического воспитания, патриотической работы, схем работы, механики работы, проблем, в том числе, связанных с этим, потому что, ну, фактически, патриотическое воспитание относится к сфере национальной безопасности, и мы это должны четко понимать. У нас уникальный опыт, сейчас наработан за целый год, работы региональной дирекции с федеральной дирекцией, но, помимо этого, у нас еще и горизонтальные связи появились, потому что в состав дирекции вошли уважаемые наши коллеги там из министерств, ведомств, тут нужно отметить и Министерство культуры, Министерство информации, внутренней политики, там Крымская железная дорога, Министерство сельского хозяйства, в том числе, Министерство экологии, то есть, как бы говорить можно много, потому что многие проекты были реализованы благодаря помощи и поддержке коллег. Также у нас в дирекции это общественники Общероссийские народные фронты, Юнармия и волонтеры Победы и другие ключевые знаковые общественные движения, молодежные, в том числе, которые внесли ключевую роль в реализации тех или иных проектов. Что же касается того, чего получилось, чего не получилось, ну, знаете, в связи с тем, что мы все в течение года находимся в режиме форс-мажор, то все, что бы мы не сделали, получилось, да, потому что по-другому быть и не должно было, потому что вопреки всему мы это делали. Вот хочется отметить вот на нашем световом экране, там время от времени показывают проект Огненные картины. Огненные картины это проект федеральный из линейки 14 федеральных мероприятий, которые, то есть, как бы реализовывали все регионы, где есть города-герои. Но Республика Крым, и вот тут мы долго общались и с Сергеем Серверовичем, и спорили где-то, да, то есть, как бы принято было решение трансформировать этот проект, и проект зазвучал в трех городах. Это Евпатория на песке, Огненная картина, это в Керчи Меч Победы, и это Родина-Мать на большом поле трех гектаров аэродрома Заводское. У нас даже есть небольшая запись впечатлений сотрудников городадминистрации, которые, я так понимаю, тоже были задействованы в организации всех этих моментов. Вот давайте их послушаем, а потом еще вы расскажете. В том числе волонтеры Победы, я так понимаю, там руку приложили. Итак, Керчь и Евпатория, давайте послушаем. Суть данного проекта заключалась в том, чтобы в памятном, в знаковом для всех евпаторийцев месте возле памятника морякам-десантникам в прибрежной полосе в огромном формате выложить картину воин-освободитель канатами, пропитанными керосиновой смесью, и при воспламенении этих канатов с воздуха, с пресъемки с коптера получалась очень эффектная картина, очень ясно и эффектно напоминающая о тех печальных событиях, которые наша страна, наш народ пережили в июне 1941 года. Предварительно художники нанесли на площади контур будущей картины, волонтеры расставили лампадки и уже вечером 21 июня зажгли все 3,5 тысячи лампад. На подготовку мероприятия потребовался практически весь день, но когда огонь был зажжен, воцарилась непередаваемая словами атмосфера. Жар от лампадок создавал потрясающий эффект, а оценить всю масштабность и красоту картины можно было, конечно, лучше всего с воздухом. Для этого нами использовался также квадрокоптер. Ну, наверное, вся страна видела эти кадры, в том числе крымской вот этой акции. Все ли было гладко на самом деле? Ну, это уникальная практика. Пиротехники, там же непростая история. МЧС давал разрешение вообще спокойно на это все? Ну, давайте сойдемся на том, что МЧСу в этот момент было не до нас. Это был еще июнь месяц, все в разгаре. Но и лампады. Дело в том, что все те вещи, которые были сделаны ребятами, они не несут какой-то повышенной опасности. Это просто свечи, просто лампады. И вот вы задали вопрос, было ли легко, было ли просто. На самом деле, когда делаешь что-то первый раз, и в этом году и федеральная дирекция, и наша столкнулась с этим, что когда ты переходишь к новым форматам, которые кто-то не знает, кто-то не понимает, как делать, надо тратить время на объяснение. И в данном конкретном случае искали подрядчиков, помогали регионам, помогали администрациям, но поверьте, в следующем году они будут стоять в очереди для того, чтобы это прошло у них, потому что уже есть, так сказать, пилотный проект, который понравился, который очень красивый. Вот, например, в Керчи было задействовано четыре тысячи лампад. Четыре тысячи. Это масштабно, и большое количество активистов, я так понимаю, принимали участие. Да, и ребята переживали о том, как это все выложить, как... Ну, пришел художник, все увидел сверху, все нарисовал, все разметил, и ребята даже, когда выставили, они звонили днем со словами, не понимаем, как это будет выглядеть. Ну, вот стоят лампады, и когда они все это зажгли, и вот когда это все уже произошло, взорвался просто Инстаграм, взорвалась ВК, из Керчи шли самые яркие, самые интересные фотографии, потому что это чудо, мы такого никогда не видели. Угадайте, ровно через год Керчь сделает еще более масштабно, я уверен, что они обратятся, чтобы было 8 тысяч лампад, и это было, дай бог, к этому моменту уже разрешат массово это сделать, так что... Ну, будем надеяться, а вот волонтеры Победы, как участвовали в этом всем? Ну, ребята, наверное, когда первый раз я им позвонил, сказал, что нужно будет выставить такое количество лампадок и зажечь, они сказали, сколько людей нам на это потребуется. Я говорю, ну, если грамотно распределить силы по квадратам, то, в принципе, вы быстренько довольно справитесь, потому что определенное количество ребят только могло участвовать в этом, хотя желающих было гораздо больше, потому что всегда, когда, ну, 9 мая, вот такие большие федеральные проекты, желание у ребят прям максимально соприкоснуться с этим. Слушайте, ну, а сколько вообще в Крыму людей, которые называют себя волонтерами Победы? Какой у вас мобилизационный резерв в случае чего? Там, на 8 тысяч лампадок или на любую другую акцию? Не обязательно, что вот... Ну, все зависит, наверное, от мероприятия, ну, а так, как бы у нас и зависит от муниципалитета. Ну, в каждом муниципалитете, наверное, в среднем от 30, там, до 70 активистов, наверное, вот так вот находятся. Ну, в зависимости от самого события и какое мы можем вовлечь. Некоторые, то, школьников, мероприятия нельзя вовлечь, некоторые, когда их можно массово вовлечь, они входят. Например, в георгиевской ленточке участвуют практически все. Мы ежегодно распространяем больше 100 тысяч ленточек на территории Крыма, как бы. Поэтому такие акции могут принять участие много ребят. Как вы сейчас помните, в этом году в ограничении, да, было. Вот так же самое, как и поезд победы сейчас пришел, как бы, желающих было много даже с того же города Керчь. Но у нас был волонтерский корпус составлен из 30 человек, как бы, определенное количество ребят. Большое количество ребят у нас приняло участие в поздравлении во дворах ветеранов, которые на самом деле такого вот формата, если бы, наверное, не коронавирус, мы бы к нему приходили только точно, наверное, где-то в каких-то там городах-героях или еще в отдельных. А тут мы в каждом практически городе вместе с администрациями выходили, поздравляли с домами культуры. То есть для ветеранов это прям эмоции были непередаваемы. Потому что... Слушайте, но вот есть традиционные, да, формы. Тот же пост номер один, например. Вот давайте мы сейчас посмотрим ролик, и вы расскажете, как в этом году с почетным коровом было. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Вы знаете, вы сейчас задаете очень-очень глубокий философский вопрос, касающийся именно воспитания подрастающего поколения. Ну, мы об этом, собственно, говорим. Да, да. И дело в том, что некоторые вещи, да, может, это вырежут, может, нет, некоторые вещи надо закладывать. И пост номер один – это одна из возможностей у нас, у взрослых, которые понимают, что мы победили в той Великой войне, передать им это уважение. Через что передается уважение? Через вот такие акции. И когда вы задаете вопрос, что в глазах у ребят, может быть, сейчас, когда эта акция только набирает обороты, у них есть непонимание в глазах. Но что было в ваших глазах, когда вы впервые встали в пост номер один? Это честь была для вас. Это была честь много лет. Дети, пионеры, они стремились в пост номер один, потому что большего уважения к своему деду, к своей бабушке, которые воевали, выявить было просто невозможно. То есть отдать честь тем, кто отдал свою жизнь за твою свободу. И вот Евгений Анатольевич не даст соврать, ребята потихонечку к этому приходят. И из года в год это настолько войдет в нашу жизнь, что ребята действительно будут бороться за возможность в пост номер один представлять себя, свою семью, свою улицу и вспоминать тех или иных героев непосредственно своей семьи. Я дополню Сергея Серверовича в этом плане. Почему? Потому что вот мы смотрели, и наши зрители смотрели в глаза этих детей. В глазах, понимаете, в глазах мы увидели доброту в глазах наших детей. Дети осознали, чего они там стоят. Ведь просто так на вечный огонь не придешь. Некоторые дети впервые увидели вечные огни в своих муниципальных образованиях. Многие дети, готовясь к посту номер один, узнали, о чем памятник, возле которого они стоят. А вообще вот механика этого процесса, это сейчас мы говорим об эмоциях, о содержании, но за вот этими эмоциями и вот оболочкой стоит серьезнейшая работа, в том числе и Государственного комитета молодежной политики. Понимаете? 300 школ присоединилось к этому мероприятию. 7 тысяч детей постояли в течение месяца, 3-4 недель осенью у вечных огней, и значит у монументов и обелисков. Благодаря чему? Мы дали старт, вот Сергей Серверович, тогда принято было решение на комиссии, конкурсной комиссии по выделению грантов, и грант получил ветеранская организация народного ополчения. Все видели вот эту прекрасную кремлевскую форму. С этого все началось. Симферопольский район, Феодосия, значит, и там это все дело стартовало. А потом вахту памяти поколений подхватили практически все муниципальные образования. Все, ну кроме одного, там очень сложная эпидемическая ситуация, я думаю, они потянутся в следующем году. И благодаря чему это все произошло? Благодаря тому, что сохранились вот те фундаментные основы воспитания наших детей. Вот вы говорите, да, что, ну особо не прерывалось, а я с вами поспорю, прерывалось. Несмотря где, да. Понимаете, во времена, вот опять-таки, можно вырезать это все бандеровско-украинской оккупации здесь, в Крыму. Эта акция превратилась в показуш на вот такой вот, на 9 мая постояли дети, и все. Они даже не знали, где они стоят, что они делают здесь. Просто поставили красивую картинку. Нет, ни в коем случае, никогда на сегодняшний день в Российской Федерации, в том числе и Госкомитета молодежной политики, дети не воспринимаются как ширма. Наоборот, самое главное содержание. И этот год, 2020, станет, вот мы его будем вспоминать, и через год, два, три, пять лет, и мы будем вспоминать и говорить, что этот год стал стартом для возрождения в Республике Крым постового движения. В России оно сохранилось. В Крыму оно, к сожалению, практически сошло на нет за эти 14-15 лет. Ну что ж, резюмируя возрождение, с одной стороны, и с другой стороны, приумножение, и в том числе какие-то совершенно новые, принципиально новые, инновационные способы донести до подрастающего поколения, вот ценность этой самой исторической памяти. Я еще раз поздравляю вас с этим все-таки успешно проведенным годом памяти и славы. Но, как мы понимаем, патриотическое воспитание не исчерпывается только темой Великой Отечественной войны, а чем же еще занимаются профильные организации, мы узнаем в следующей части нашего дискуссионного клуба. Итак, мы продолжаем общаться на площадке дискуссионного клуба «Крым. Патриот. Форум. Региональная политика в сфере патриотического воспитания». В студии остается Сергей Селимов, председатель Госкомитета молодежной политики Крыма, и к нам присоединяется Евгений Звоник, директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Крым. Патриот-центр». Приветствую, Евгений. Добрый день. Ну, смотрите, мы поговорили о 75-летии Победы, это тема важная, но не единственная для патриотического воспитания. Вот на каких еще примерах, примерах ярких, вы воспитываете детей и молодежь в Крыму? Расскажите, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Кроме тех мероприятий, которые проводились в рамках Года памяти и славы, мы также занимаемся продвижением мероприятий регионального масштаба, к примеру, таких как казачий сполох, который поддерживает развитие казачьего движения. Кроме этого мероприятия у нас проводились такие, как юнормейская миля. В этом году это мероприятие дебютировало, очень успешно, на наш взгляд, и мы его доработаем и на регулярной ежегодичной основе будем проводить в республике Крым. Значит, там участвовали ребята с нашей республики, также ребята с Севастополя, и новороссийские юнормейцы, вот это была яхтинная регата, которая стартанула с Севастополя и закончила в Новороссийске с заходами в Города Герои, с возложениями цветов, венков. Очень масштабно, очень здорово прошло. Кроме этого, мы проводим такие мероприятия, как юнормейский слет, юнормейская, в планах у нас развитие направления юнормейская медийная школа, которая будет у нас с Нового года работать. В этом мероприятии мы будем, в рамках этого мероприятия будем обучать детей медийному искусству, определим основные направления, которые сейчас вызывают самый большой интерес, ну и будем воспитывать детей в этой сфере для того, чтобы, возможно, в будущем они обрели профессии себе. Ну, там, юных блогеров-патриотов, так скажем. Да, совершенно верно. То, что сейчас актуально. Ну, то есть не только военно-спортивные мероприятия, что, между прочим, очень важно, я лично считаю, но этим не исчерпывается. Ну, вы знаете, здесь еще будет говорить много о юнормии и о тех векторах, направлениях, которые и федеральный центр юнормейской развивает, и непосредственно юнормейская организация в Крыму. Да, но это в отдельном блоке мы сейчас обсудим. Мне бы хотелось рассказать о том, что сейчас, все знают, что Госкомитет молодежной политики – молодой орган власти, но уже сейчас идет строительство инфраструктуры. Мы достаточно часто говорим о том, что заниматься с ребятами, встречаться с ребятами и выдергивать их из обычной их жизни для того, чтобы они могли задавать какие-то острые вопросы не родителям, не учителям, а тем, кто готов на эти вопросы отвечать, нужна инфраструктура. Вот такую инфраструктуру в этом году мы строить начали. Нет предела совершенства, она не будет, это строительство, я уверен, не будет заканчиваться ни через 5 лет, ни через 10. У нас 25-летний застой в строительстве инфраструктуры, развитии молодежи. И стоит отметить, что в этом году нам уже удалось открыть 8 зональных центров патриотического воспитания. То есть это места, это помещения, в которых работают какие-то секции, да? Вот что это такое в реальности? А то вот инфраструктура непонятна. Смотрите, мы все знаем, какой год, и стартануть в полном объеме эти зональные центры не смогли. Но зональные центры патриотического воспитания – это не дом юной армии, а место, куда молодые люди могут прийти. То, о чем вы спросили. Сейчас планируется в каждом зональном центре 6 так называемых якорных активностей. В них входят владения квадроциклами техникой. У нас, если вы помните, в детстве была станция юных техников, на которой мы могли с вами собирать либо бойцовки ракеты, либо картинги. Это надо возвращать. Наши ребята должны привыкать к технике, к тому, что это живой, по-хорошему, организм, который надо поддерживать, и масло, и все. Кроме того, на этих квадроциклах они смогут изучать и ПДД, и отправляться в отдаленные, вы знаете, что у нас партизанскими тропами установлены памятники. На квадроциклах они смогут туда добираться, приводить в порядок эти памятники. И, собственно говоря, через любовь к технике, освоение этой техники, приводить, собственно говоря, к каким-то вещам, которые глубинные. Кроме того, поисковое движение. Мы сейчас его в эти зональные центры, собственно говоря, стягиваем. Достаточно часто бывает проблема с тем, что, знаете, мне задают вопрос, что будем делать с черными копателями? Я говорю, ничего. Вот с ними уже ничего не сделать. Но мы должны показать ребятам, у которых папы этим интересуются, мамы, о том, что именно правильное поисковое движение, правильное использование металлоискателя может помочь обществу, может помочь тебе, людям. Да, мы все знаем о том, что сейчас огромный проект без срока давности. Мы знаем, какую начали внешнеполитическую атаку на нас европейцы. И этот проект помогает нам напомнить им о том, что 27 миллионов человек они загубили на нашей земле. И ребята, которые обучатся в зональных центрах, собственно говоря, этому искусственному мастерству, смогут нормально находить поля сражений, нормально захоранивать наших героев, которые отдали свою жизнь. То есть это одна из частей. Но здесь же, опять же, работа с каким-то взрослым инструментом. Металлоискатель может себе не то, что позволить, не каждый, а это особый инструмент, который надо вот в таком месте получать, знания. Кроме того, там будут фаер-таг. Это такая разновидность новая лазер-тага. Но есть стрельба холостым. Слышно, откуда произведен. То есть это новая веха, так сказать, в соревновательном, скажем, военном деле. И вот такие вещи, они туда привлекут как молодых девчонок, так и молодых парней, которые с интересом будут относиться к той технике, которая есть. А через общение с техникой добавится педагог, добавится неравнодушный человек, который части ребят, вы знаете, это такая история, так уж вышло, что когда-то поймал там на своем объекте пятерых парней из благополучных семей. Они просто для развлечения воровали. И единственное, что я сказал, я их отдал родителям каждому, но я говорю о том, что, ребят, вот все понимаю, отдайте их в военно-патриотический кружок. В их жизни должен появиться мужчина. Трое из них, мама одна на трех работах, ей некогда им заниматься. В двух других папы очень занятые люди. И они все послушали, они все пошли, мы встречались потом, они все благодарились за то, что вот произошло. Да, произошла проблема, и только проблема позволила им выйти на этот шаг. Но такой шаг был сделан, и в их жизни появился мужчина, который с ними разговаривал, объяснял, как себя вести, что такое армия, что такое взрослая жизнь. Это место, знаете, достаточно часто задают вопрос, что такое патриотическое воспитание для вас? Я говорю, это приучение к труду. Вот мы часто смотрим в Инстаграме, лишь бы ничего не делать. Нет, мы должны объяснить молодежи, что только от нашего ежедневного труда зависит благополучие не только тебя, не только твоей семьи, твоих детей, а зависит благополучие всей страны. Как только ты увидел, пусть это прозвучит, да, как лозунг, лоботряса, знай, именно он тормозит развитие страны. Стремиться к работе, стремиться к интересной работе, стремиться к тому, чтобы делать свою работу лучше всего, это и есть патриотическое воспитание. Да, мы делаем это через какие-то интересные для молодежи вещи, вовлекая их в конкурсы, в проекты, в реализацию каких-то проектов. Но мы говорим всегда о том, что труд, примени труд, возьми ресурс, который есть, примени труд и сделай жизнь вокруг себя лучше. Что такое социальное проектирование? Это когда молодые люди и любые другие решают проблемы, которые есть в обществе. И это еще одна часть той структуры патриотического воспитания, которую мы строим. Открыт Дом молодежи. Там сейчас пять центров в регионах, которые активно ведут работу. Ну, не нравится вам работать с какими-то такими, как в зональных центрах, Крымпатриот-центра вещами? Есть альтернатива, идите туда. Молодежи дать возможность. Мы с вами жили в период, когда возможностей было в море. Я всегда, когда возникает вопрос, да что там такого было, я всегда говорю, а вы знаете, что в городе Евпатория была так называемая детская железная дорога, где машинистам, кондукторам и всем остальным были пионеры. Уровень доверия к молодому человеку был такой, что ему доверяли поезд. Да, он меньше такого, как сейчас прибыл, поезд победы, меньше. Но уровень доверия был. Они все там делали. И потому что они любят технику, потому что им это интересно. И это была возможность. И наша задача строить инфраструктуру, в которой у молодых людей есть возможность попробовать себя во всем и определиться. И ваша задача эту систему восстановить. Конечно, может быть, и стопроцентно попадания не будет, будет что-то новое, но главное сделать это не точечным, а системным моментом. Да, системно, регулярно и по всей территории республики. И не только республики. Давайте послушаем сейчас ваших коллег из аналогичных структур Краснодарского края и Волгограда, вот чем они занимаются в этом отношении. Мы должны и упомянуть те мероприятия, которые проводятся на территории Краснодарского края, являются в год памяти и славы достаточно эксклюзивными. Это, конечно, проект, интерактивная карта мемориальных объектов, обелисков, расположенных на территории Краснодарского края, в том числе и в трудодоступных местах. Данная карта размещена на портале Государственного казенного учреждения Центр гражданского воспитания молодежи Кубани. Она объединила более 1800 объектов мемориальных в годы Великой Отечественной войны. Это действительно та информационная база, которая позволяет каждому жителю, молодому гражданину на территории Краснодарского края, в том числе и гражданину нашей необъятной Родины, посетить эти памятные места, узнать историю этого памятного места, ну и сделать свой определенный интерактивный маршрут, по которому они узнают историю освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Это также проект «Помним, гордимся», который включает в себя уже более трех тысяч имен, имен ветеранов Великой Отечественной войны и освободителей Краснодарского края. Это имена, это исторический подвиг, подвиг каждого человека, который совершил действительно гражданки и в подвиг Великой Попеды нашего народа. Также мы можем говорить и о проекте «Письма с фронта». На данный момент издательством книга, именно редактором и директором этого издательства Васильевской Татьяной Андреевной создан уже пятый том, который включает в себя действительно письма победы, письма военнослужащих красноармейцев, которые писали о тех страшных невзгодах, о тех страшных годах и днях Великой Отечественной войны. Именно этот проект объединяет в себя историческую память семей каждого молодого человека, каждого гражданина нашей необъятной Родины, где они говорят о своих родных и близких и чтят ее память. Также мы не стоим забывать о том большом проекте, который реализуется на территории Краснодарского края обелиски Великой Победы. Это благоустройство памятных мест, труднодоступных местах, приведение их в порядок и в том числе увековечивание тех имен и фамилий, которые выбиты на этих гранитных мемориальных плитах. С 2009 года Волгоград Патриоцентр существует в Волгоградском регионе. Непосредственно курируют такие направления патриотической деятельности, как волонтеры Победы, юнармия. У нас есть отдельное направление по научно-исследовательским конкурсам именно патриотической направленности. Есть направление, связанное с поисковой деятельностью в регионе. А также одним из новой формы взаимодействия по патриотическому воспитанию с 2016 года у нас существует при нашем центре международная молодежная работа. В свою очередь, как заместитель директора Волгоград Патриот Центра, хочу сказать огромное спасибо Крым Патриот Центру и коллеги и друзья. призываю вас к сотрудничеству и стоит рассмотреть возможно на будущее какие-то совместные проекты. Ну вот такое вот предложение прозвучало, я не знаю, может быть это в свете как раз международного направления, кстати, как в Крыму с международным направлением, там же приезжают какие-то ребята в Артек, например. Вы их охватываете своей деятельностью? Вы знаете, в этом году прошел большой форум Ассоциации молодежных правительств в Республике Крым, в Республике Крым, но это было всероссийское мероприятие и там общаясь с ребятами, там есть отдельное направление именно по международной обстановке, по международным отношениям и мы сидели за круглым столом, общались, они много говорили о разных вещах, о том, что нужно делать, как нужно делать и Республика Крым вышла с инициативой о том, что, ребят, вот все понимаем, все вот, но надо провести международный форум в Крыму, чем больше мы привезем сюда молодых людей и провезем их, да мы их в военную часть привезем посмотреть, там есть, что показать, и танки, и самолеты, да красиво, но оно все вот там, оно все ждет своего часа, у нас здесь все в порядке, посмотрите, какое море, посмотрите, какие горы, посмотрите, какие люди, мы радуемся, мы женимся, мы растим детей, у нас все хорошо, и когда с этой инициативой мы приехали к Сергею Валерьевичу о том, что Сергей Валерьевич 12 стран каждый год, более 400 человек, которые соберутся, не в рамках Ялтинского международного форума, когда приезжают предприниматели решать свои дела, а когда приедут простые молодые люди, студенты, молодые мамы, молодые отцы, и посмотрят, посмотрят, и разработают новые направления деятельности, новые виды взаимодействия, мы достаточно открыто предлагаем ребятам создать механизм, когда каждые 4 года как олимпиадам мы будем приезжать со спортивными какими-то состязаниями, и состязаться, и встречать это здесь, вы знаете, достроена школа олимпийского резерва, то есть здесь можно проводить эти международные соревнования в рамках молодежного такого общения, кроме того, культурный обмен, мы можем пригласить по 10-12 артистов из каждого государства раз в 4 года, собрать из этого 4-часовой концерт и проехать по нашим 15 городам и показать о том, что международные артисты, да, молодые, да, не такие известные у нас, но это же взаимодействие, это же тоже другие страны. Сергей, ну это все понятно, но вы мне вот коротко скажите, уже ведете переговоры с какими-то странами? Да, вы знаете, есть поговорка, расскажи о своих планах и над ними все посмеются. Мы в Госкомитете молодежной политики действуем немножко иначе. Мы реализовываем, а потом собираем всех на это посмотреть. Ну, значит, еще посмотрим. Евгений, я так понимаю, что вы еще хотите что-то добавить. я хотел бы еще добавить по поводу работы зональных центров, после той реструктуризации, которая прошла в этом году, хотел бы, ну, Сергей Серверович, там вряд ли чем добавишь, но есть еще пару моментов, которые я бы хотел сказать. Так вот, зональные центры, суть их, кроме того всего, о чем сказал Сергей Серверович, еще заключается в том, что специалисты, которые работают в зональных центрах, муниципалитетах, вокруг себя организовывают все общественные организации, которые занимаются патриотическим воспитанием в этом данном муниципалитете в районе, а также военно-спортивные клубы, они, наши зональные центры, являются таким очагом, который помогает с материально-техническим оснащением ребятам, который помогает провести какие-то мероприятия, соревнования, удовлетворить любую инициативу общественников и так далее. То есть, вот это взаимодействие лежит в основе нашей работы там, потому что именно через это взаимодействие мы сможем достичь больших результатов в плане вовлечения в эту патриотическую деятельность, патриотическое воспитание нашей молодежи. Ну что ж, ждем, как говорится, больших результатов. Спасибо за ваше мнение и за вашу работу. А впереди у нас еще одна большая тема, посвященная тоже большому делу, это делу юнармии. Итак, мы продолжаем нашу дискуссию на площадке Крым Патриот Форума 2020. И сейчас предлагаю поговорить о деятельности одной из самых массовых детских и молодежных патриотических организаций России о юнармии. В студии у нас остается Евгений Звоник, директор Крым Патриот Центра. Присоединяются к нам Алексей Луценко, начальник штаба юнармии в городе Симферополе и Артем Катунькин, офицер Росгвардии, герой Российской Федерации. Здравия желаю, товарищи. Здравия желаю. Евгений, ну вот мы с вами уже начали говорить в предыдущем блоке и у меня сложилось впечатление, что в деятельности Крым Патриот Центра взаимодействие с юнармией составляет, ну не знаю, львиную долю вообще, да, взаимодействия. Облегчает вам жизнь вот существование такой единой централизованной организации со своими планами работы и так далее? Или вам проще вот с маленькими региональными работать? Ну, конечно, безусловно, здесь вы правы. Львиную долю наших, нашей всей работы составляет взаимодействие именно с юнармией. Юнармия это такая огромная организация, это такое движение, которое позволяет включить в себя любые общественные организации. Главное, чтобы соблюдался возрастной ценз и так далее. То есть юнармейцем может стать любой ребенок с 8 до 18 лет, правильно я говорю, Алексей? Вот. И, в общем-то, вступить в это движение и быть в рядах юнармии. Юнармия для нас это вот такая возрожденная пионерия, можно сказать. Это такое движение, на которое должна равняться вся молодежь. Это образец воспитанного патриота, умного, интеллектуального, молодого человека, который имеет свою гражданскую позицию, который умеет мыслить, умеет делать выводы и не бояться отстаивать свое мнение. Конечно же, Крымпатриотцентр в планах своей работы включает и также содействие в развитии юнармейского движения. Львиную долю наших мероприятий составляет помощь в проведении мероприятий юнармейской направленности. К примеру, то, что я уже говорил, в этом году была юнармейская миля. Дальше была у нас юнармейская летняя смена, которая проводилась и в Паттории и в Валых Парусах, где было задействовано около 300 ребят юнармейцев, которые оздоровились в рамках этой смены. Проводились различные эстафеты. Это были и выходы по местам партизанской славы у нас. Тот же самый пост номер один, масса мероприятий, которые проводились у нас в республике в этом году, а также за то время, которое существует юнармия, все ресурсы, все направлено на развитие этого движения. Ну, вообще, сейчас вовлеченность детей достаточно крупная. Там, по-моему, несколько сот человек по всей России, как минимум, являются участниками. Больше миллиона. Больше миллиона уже. Значит, устаревшие сведения в интернете я нашел. А как происходит технический набор? То есть, это все добровольцы или есть специальные классы, кадетские, еще какие-то, которые прямо всем классом вступают в юнармию? Как это происходит на земле, так сказать? Я вам скажу так. Я не сторонник того, чтобы вступали целыми классами в юнармию. То есть, юнармия, это человек должен захотеть, он должен решить, что он хочет присоединиться к этому движению. Когда создаются целыми классами люди входят, я видел, в некоторых регионах целыми колледжами вступают в юнармию, но из них будет три человека живые, остальные будут бумажные войска. Это неинтересно. Вот местному, мне, как представителю местного штаба, это вообще неинтересно. Мне надо, чтобы дети ходили, дети занимались, дети росли как морально, так и физически. То есть, наша основная задача это воспитать полноценного гражданина, который будет иметь моральный, который будет иметь этические понимания, поведения, нормы поведения, который будет знать, что такое ценность семья, ценность семьи, ценность государственности. Не обязательно. Захотел, есть наши контакты в интернете, у нас есть социальная страница в социальной сети, есть телефоны на сайте того же Крымпатриотцентра. Может любой ребенок, любой родитель позвонить, договориться о встрече, объясним, чем мы занимаемся, в каком направлении идем, пишется заявление, пожалуйста, торжественная клятва, это ЮНР имеет работы, как бы, все направления. Понятно. Давайте, прежде чем продолжить обсуждение этой темы, выслушаем мнение депутата Госдумы по совместительству председателя попечительского совета Крымского оригинального отделения ЮНРМИ Михаила Шеремета. Я уверен, что ЮНРМИСКОЕ движение это то движение, которое формирует лучшее общество, к которому мы сегодня только стремимся. Потому что я считаю, что находясь в каком-то вакууме после развала Советского Союза более 20 лет, мы как раз потеряли многие поколения. Просто не занимались и не уделяли внимания молодым людям. Сегодня я благодарен возможности, что мы вернулись в ту страну, которая гордится своим прошлым, своим наследием, гордится достижениями, которые у нас сегодня есть. и для этого создаются еще раз говорю все условия для развития подрастающего поколения, которое станет той движущей силой, которая будет развивать и дальше нашу великую, могучую, прекрасную страну. Ну, вот ЮНРМИЯ, да, это военно-патриотическая организация. Причем упор с одной стороны на некую военную подготовку, ну, как она может быть, преподнесена для детей, а с другой стороны определенная идейная составляющая, то, о чем вы говорили, да, что просто так мальчик с улицы, который ничем не интересуется, он и не пойдет к вам. Да и вы не очень хотите такого ребенка. Мы работаем, во-первых, со всеми детьми, какие бы ни приходили, из социально опасных положений, да, дети в социально опасном положении находятся. Пожалуйста, если он готов заниматься, он готов. Единственная проблема, что у нас многие не совсем понимают, что такое военно-патриотическое воспитание. Многие ошибочно считают, что мы там только сидим и разбираем автомат. Вот все как бы. У многих такое вот понимание. Я скажу так, вот этот текущий год, да, за текущий год местным штабом при содействии партнерских организаций было проведено 59 мероприятий. 59. Из них, вот можно разделить их на три части. Это обучающие, это военно-спортивные и спортивные мероприятия, и исторические, социально-культурные. Так вот, в социально-культурных мероприятиях было 44 мероприятия. То есть большинство. Большинство, да. Это и выходы по местам боевой славы партизанского движения, которое в Крыму было довольно-таки развито. С обязательным рассказом о быте и жизни партизан, да, об их славных подвигах. Это уход за памятниками, это проведение различных военно-исторических викторин по истории Великой Отечественной войны. Это участие, опять же, в республиканских акциях, такие, как были у нас вот блокадный хлеб, организовывали дети сами, проводили. Тот же пост номер один, да, то есть все эти мероприятия идут. Для меня, допустим, очень приятно, как для начальника штаба, что дети штаба работают с документами архивными. Вот сейчас в окна главпочтампа дети организовали при поддержке фонда президентских грантов выставку по партизанскому движению Крыма. То есть она бесплатная, каждый человек может прийти, ознакомиться с историей партизанского движения, посмотреть на оригинальные фотографии этого периода. Это очень важно. Да, у нас есть военная работа, военное направление, но опять же, оно включает и обучение юно-армейцев принципам оказания первой помощи, топография, альпинистская подготовка, строевая подготовка, тактическая подготовка. То есть развитие ребенка идет по всем направлениям. Это все очень полезные навыки, но вы знаете, есть такое мнение, и это мнение уже довольно давно укрепилось среди определенной части общества, и вы все наверняка помните, когда оно было популярным, да, то есть на закате советской эпохи, вот все эти организации или практики предшественники юно-армии, то есть военно-патриотические игры, Зорница, пионерская организация очень сильно критиковались. Якобы за вот эту милитаризацию детства. То есть с одной стороны критиковали советский опыт и с той позицией, что, мол, нельзя детей готовить к войне, и это аморально, а с другой стороны то, о чем говорил Шеремет, нельзя детей вовлекать в идеологию определенную, мол, вырастут сами, все выберут себе. Вот, Артем, вот как бы вы ответили вот таким критикам деятельности юно-армии с высоты своего опыта? Ну, знаете, я считаю, что для любого молодого человека должны быть все равно расставлены ориентиры какие-то определенные, куда вот именно двигаться. Чтобы для последующего роста человек уже знал, на что ему опираться. фундамент действительно должно закладывать государство. Потому что не каждая семья способна на, ну, сами понимаете, социальное положение у всех разное, и дети тоже вырастают в разных кругах, и это надо регулировать конкретно именно вот на уровне государства, чтобы именно вот эта база, именно этот фундамент, на который мы опирались, именно вот на эти традиции, конечно, мы не должны зацикливаться на военно-патриотической работе, и, насколько я помню, ну, читал, что юнармия сама по себе, это не только военно-патриотическое развитие, это развитие всесторонней ребенка. И на это тоже надо обращать внимание. Главное, чтобы не было перегибов, что вот мы взяли, отдали правление, там, я не знаю, бывшие военные, там, в основном, там, да, и начинается работа именно вот в этом направлении, там, нужно подключать всевозможных людей из разных сфер, из бизнеса, и, там, я не знаю, там, люди, которые, там, общественные организации в плане борьбы за экологию, и какие-то гражданско-правовые, там, связанные с законом, и финансовой грамотностью, то есть, мы ребенка должны развить всесторонне, подвести его к рубежу, там, взросление, а там уже, конечно, он будет выбирать сам, что ему ближе, и поэтому, я считаю, что да, государство должно регулировать, расставлять эти ориентиры, куда двигаться необходимо. Ну, слава богу, государство начинает делать что-то в этом отношении, и, собственно говоря, создание Юнармии, это вот очень хороший шаг несколько лет назад, но, кроме Юнармии, существует и множество других автономных, скажем так, организаций в этом направлении, давайте послушаем сейчас представителя подобной организации из республики Адыгея. Наша Адыгейская Республиканская общественная организация Молодежное военно-патриотическое объединение единства было основано почти 20 лет назад. Ребята-энтузиасты, которые вместе со мной его основали, служили в вооруженных силах Российской Федерации, в различных структурах, и мы уделяли время для обучения молодежи навыкам выживания в боевых условиях. Сейчас мы занимаемся по четырем основным направлениям. Это работа с допризывной молодежью, работа с действующими военнослужащими, работа с теми, кто уже отслужил в службе в армии, но все равно считает необходимым поддерживать себя в форме, и с теми, кто просто любит военно-прикладные виды спорта. В настоящее время все равно есть какие-то проблемы, которые, конечно, решают. В свете политики Российской Федерации и той ситуации, которые складываются вокруг наших границ, востребованность нашей работы я считаю очень велика. Ну, вот, да, примеры общественной организации, у них, конечно, более узкая специализация, то, о чем вы говорили, военно-прикладные виды спорта, и я так понимаю, что это не чисто молодежная, скажем, молодежно-ветеранская, по сути, организация. Мне вот интересно, они же действуют, в принципе, независимо от юнармии, от ДОСААФа, да, то есть, скорее всего, каким-то образом сотрудничают, но, в принципе, это отдельная структура со своими правилами, принципами и так далее. Таких структур очень много. Те же там реконструкторские, да, сообщества, страйкболисты и прочее, прочее. Вот являются ли они для юнармии, например, в какой-то мере конкурентами? И не хочется ли вот эти все организации в единую структуру-то влить? Нет такой цели у юнармии или ваших партнерских организаций, того же ДОСААФа? Не буду говорить про другие республики, я вам скажу про Крым конкретно. Юнармейцы Крыма регулярно участвуют и в реконструкторских движениях по Великой Отечественной войне, регулярно участвуют в реконструкциях по Афганской войне. Уже третий год подряд мы возим детей на Крымский военно-исторический фестиваль, который проходит в Севастополе на Федюхийных высотах мультикультурный фестиваль, дети все это могут и потрогать, и поучаствовать везде. Мы сотрудничаем с реконструкторами. По поводу страйкбола, мы сотрудничаем со страйкболистами. Крым он не настолько огромный, все друг друга знают и все стараются друг другу помогать. И страйкболисты работают и с юнармейцами, юнармейцы работают со страйкболистами. Здесь у нас все налажено в этом плане. Скажем так, я объясню ситуацию. В юнармию можно находиться ребенок до 18 лет. После 18 лет он уже может стать инструктором, может идти сам преподавать. Страйкбол игра, которая разрешена с 18 лет. Совершенно верно. Он может получить какие-то базовые навыки находясь в составе юнармии и уже потом идти и в реконструкцию и в страйкбол, если ему это интересно. Ну вот по поводу базовых навыков, которые помогают в самых разных ситуациях. Я хочу показать вам видео награждения троих ребят крымских, которые смогли применить эти самые навыки на практике. Внимание на экран. сегодня мы собрались для того, чтобы наградить троих европейцев республики Крым самой высокой наградой юнармейское обрежение. Она называется «Золотая медаль юнармейской доблести первой степени». Знаком «Золотой юнармейской доблести» награждается юнармейец Морозов Ярослав Владимирович. Поздравляю за слушанные награды. Это самая высокая юнармейская награда. Поздравляю за здоровый юнармейской полке первой степени награждается юнармеец Гаврючук Семен Сергеевич. Я даже не знаю, честно говоря, более почетной миссии, как спасать жизнь людям. Поэтому спасибо огромное. Мы вами гордимся. Поздравляю. Спасибо вам большое. Не награждается юнармейц Исмаилов Идем. Юнармейц Семенов Ваше пригодание приймал. Юнармейц Александрович, спасибо большое. Поздравляю вас. Спасибо вашим родителям и вам непосредственно. Ну и вашим руководителям, которые вложили тоже немало столики труда для того, чтобы стали настоящими дружинами. Спасибо вам. Такой волнующий момент и эта награда была не за победу в каком-то конкурсе, эта награда была за настоящий подвиг. Вкратце расскажите, что ребята совершили. Насколько я осведомлен, ребята спасли утопающих. Это да, это подвиг. То, о чем я говорил, учить, разбирать автомат это хорошо, а вот то, что в жизни может пригодиться прямо сейчас, это оказание навыков первой помощи. Это тоже надо, все это надо. Есть ребята, которые выводили из леса заблудившихся, зная при этом навыки топографии. То есть это все в жизни может пригодиться в любой момент. военно-спортивные игры, автомат, да, это когда-нибудь в армии. Там научат, скорее всего. Но вот эти моменты, они должны быть обучающие, обязательно, на них надо делать упор. Я бы еще хотел добавить здесь бы Алексея. Эти три парня действительно совершили героический поступок. Вот, как мне кажется, я в этом убежден, это высшая мера проявления патриотизма. это вот та конечная цель, вот тот конечный результат, к которому мы все стремимся в нашей работе в рамках воспитания наших детей. Эти ребята показали, что они не безразличны, они не ушли в сложную минуту. Этим ребятам там по 13-14 лет. с них надо брать пример. Это просто гордость, это дух захватывает от таких поступков. Это достойные люди. Вот они должны быть у нас просто теми, на кого надо молиться, чему надо стремиться. Это вершина крайнее проявление патриотического чувства. Разрешите, я тоже добавлю. Кстати, почему нету одного хотя бы из них сидящего подискутировать именно с тем поколением, которое мы пытаемся и прививаем. Было бы интересно послушать, что он чувствует, нужно ли, необходимо ли. И вот именно привить уважение друг к другу, не просто абстрактно, любовь к родине, что такое родина, у каждого представление свое, у кого-то деревушка, у кого-то просто контур на карте, правильно? Любовь к символам государственной, символике государства. Прежде всего, это уважение к людям. Любовь, уважение, взаимопомощь и вот эти основные качества, которые мы должны привить в обществе. Мы должны друг друга уважать, мы должны друг другу помогать и протянуть руку помощи, если вдруг случилась беда, вот мы к чему должны воспитать наших детей, понимаете? Говорить о любви, просто кричать это с транспарантами, это все, понимаете? Очень важно еще в нужный момент принять решение и существовать. Да, это надо прочувствовать, это надо именно через сердце их пропустить, вот это все. И второй вопрос, это вот именно к тем людям, кто обучает. Здесь, понимаете, здесь не должно быть фальши. Дети, они же чувствуют, они же считывают это все на раз-два, важно это или не важно. И поэтому человек, который преподносит информацию, он должен сам через себя это пропустить, через свое сердце и передать. Тогда будет контакт, тогда будет взаимодействие, тогда будет да. И здесь главное не перегибать палку и не навязывать что-то. Никакого давления не должно быть. Я дополню немного, и это не единичные случаи по всей стране. У нас в позапрошлом году юнормеец на соревнованиях нашел мину Великой Отечественной войны. Он совершил тоже хорошие поступки, он огородил всех, то есть он огородил территорию, он предупредил старших, он вызвал, там вызвали МЧС, он дождался пока приедут старшие и показал где она лежит. То есть тоже был присвоен к знаку юнормейская доблесть. И таких случаев на самом деле по всей стране их очень много. Не только Крым. Заканчивая эту мысль, хотел бы задать вам вопрос. И вот где вы здесь видите милитаризацию? Вот и ответ на все вопросы. Милитаризация это просто такое вот надутое, раздутое понятие для того, чтобы разогнать истерию вокруг чего-то. На самом деле наши ребята, в частности, юнормейцы, занимаются больше духовно-нравственным воспитанием, интеллектуальным развитием. Это шахматные турниры, это онлайн-викторины, которые в этом году в связи с известными причинами, как ковид и так далее. Вот туда все ушли в онлайн, занимаемся именно тем, что развиваем интеллектуальные способности ребят. Это помощь ветеранам, это то, что касается духовного, нравственного, то, что касается скреп наших отечественных, то, что касается нашей такой национальной идеи. Вот этими занимается. Милитаризм там только в рамках подготовки ребят к службе в армии. Они получают определенные навыки для того, чтобы в армии их применить, уже быть подготовлены к этим действиям. И то не все ребята пойдут в армию. Кто-то обретет профессию определенную и так далее. Поэтому милитаризация там крайне малый уровень милитаризации в этом понятии. Артем, у меня к вам еще вопрос, наверное, последний в этом блоке. Вот я думаю, что вас уже неоднократно привлекали к определенным акциям, встречам с молодым поколением патриотического характера. Причем у вас уникальная ситуация. Вы герой, награжденный человек с официальным статусом, причем абсолютно современный человек, еще довольно молодой мужчина, который может рассказать на доступном языке молодежи о том, что произошло с вами, как вы в этой ситуации себя повели, о своей службе и так далее. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, на взгляд человека, который может быть реальным примером для молодого поколения, не хрестоматийным, не в бронзе, чего все-таки нашей системе на данном этапе, системе воспитания детей и молодежи, патриотической, не хватает? Мы можем много говорить о том, что уже сделано, но наверняка и мы видим периодически какие-то случаи, что вот не хватает чего-то в донесении до детей и молодежи вот этих основных базовых патриотических принципов. Чего не хватает и что нам нужно сделать, на ваш взгляд? Вот именно не хватает вот этой централизации, чтобы и понимание, понимаете, исполнителями все равно являются местные власти, правильно? Вот эта система. Задумки хорошие, они рождаются и двигаются сверху вниз и где-то, где-то может быть, может быть, идет обрыв какой-то, идет какая-то немножко искажение там информации или что-то. Именно вот это понимание должно быть, чтобы было как-то однообразие и понимание, оно необходимо. Я говорю еще раз, чтобы не было вот этого заваливания, именно вот военную какую-то патриотическую работу именно вот ходить строем, чтобы было разностороннее развитие ребенка. Разностороннее. И это надо преподносить не просто для галочки, понимаете, а именно вот с чувством, что да, я хочу, я должен воспитать гражданина, достойного гражданина своей страны, понимаете, а не просто отписка куда-то в центр, что да, мы провели такое-то мероприятие, все. Здравия желаю. Ну, это не дело тоже. Ну что ж, пожелаем удачи юнормейцам и их командирам, да, вот в этом деле воспитания смелых, умелых и самое главное еще искренних защитников отечества. И дай бог, чтобы вот конкретные навыки, может быть, никогда бы не пригодились, но лучше быть ко всему готовыми. А мы продолжим заседание нашего дискуссионного клуба Крым Патриот Форум уже совсем скоро. Оставайтесь на телеканале Крым 24. Итак, мы начинаем финальную часть заседания дискуссионного клуба Крым Патриот Форум 2020. Поговорим сейчас о деятельности некоммерческих организаций самой разной направленности в сфере патриотического воспитания. В студии у нас Андрей Попов, руководитель Крымского регионального отделения ДОСААФ России. Наталья Кармазина начальник управления организационно-административной политики КФУ имени Вернадского кандидат исторических наук. Владимир Кайданский руководитель Крымского регионального отделения российских студенческих отрядов. И протеерей Богдан Северин благочинный первого симферопольского благочиния. Здравствуйте, дамы и господа. Добрый день. Давайте, наверное, вот каждый вкратце расскажет о том, чего в этом году вам удалось добиться и с чем пришлось столкнуться. Были у нас разные сложности. Андрей, давайте с вас начнем. Вот чем запомнился 2020 год для Крымского ДОСААФ? В плане, конечно же, патриотических мероприятий в первую очередь. Если брать в рамках ДОСААФ вообще, поскольку организация добровольное общество содействия армии, авиации, флоту. И основная задача это для государства мы готовим людей, которые будут защищать, защитников. То есть так называемых курсантов военно-учетной специальности, которые пойдут служить в армию. И, конечно же, наша задача в том числе это военно-патриотическое воспитание. И все это было достаточно сложно, достаточно тяжело в рамках сложившейся ситуации, ограничений, но тем не менее мы выполняли тот заказ, который нам поставила гром, пусть это будут не громкие слова, Родина, потому что защитник, он должен быть специалистом. Так вот, как бы то ни было, мы продолжали обучение, продолжали обучение тех курсантов, ту молодежь обучали, которая шла служить в армию. Ну и все задачи, которые касаемо военно-патриотического воспитания, детей и молодежи, мы также не приостанавливали. другой вопрос, что это опять же, еще раз повторюсь, все проходило в рамках ограничений, которые должны были быть, но мы же не можем временно приостанавливать, быть патриотом, временно приостановить, защищать нашу Родину, временно любить кого-то или не любить. Мы должны это делать постоянно. И вот работа, которая с этим связана, она должна быть непрерывно. И соответственно, это уже зависело от профессионализма людей, от желания всех вокруг это выполнять. И в том числе, вот когда мы здесь в Крыму все объединились, в плане в каком? Задачи должны быть выполнены. То есть, соответственно, были необходимые распоряжения на уровне Совета Министров, приняты также законодательные акты в Государственном Совете, которые необходимы были. В том числе участвовали и в добровольческих моментах в рамках Всероссийского Народного фронта по оказанию содействия и помощи добровольческих. Вот это все и все мы в очередной раз в Крыму объединялись и выполняли эти задачи. Ну, я знаю, что поисковую деятельность вы тоже ведете в рамках ДСАФ. У нас вот по этой теме есть мнение Елены Цунаевой, ответственного секретаря поискового движения России. Давайте его сейчас послушаем. Добрый день, дорогие друзья. Я вас поздравляю с началом работы форума. Несколько слов хотел бы сказать об особенных проектах поискового движения России в год памяти и славы, в юбилейный год победы. Это проект без срока давности. Проект, который посвящен памяти гражданского населения, пострадавшего от рук военных преступников. В этом году мы не только провели архивные исследования вместе с нашими партнерами, провели поисковые работы, но и состоялся беспрецедентное беспрецедентное событие, суд в Советском районе Новгородской области, который признал преступления, совершенные нацистами именно там, фактом геноцида, дал такую правовую оценку. В Крыму тоже проводились разведывательные работы по этому проекту, но основные мероприятия мы запланировали на следующий год. Студенческая вахта памяти традиционно принимает Республика Крым. Наши молодые ребята со всех уголков страны работали в этом году недалеко от города Героя Керчи. Это не просто поисковая экспедиция, это учебная поисковая экспедиция. Крым достоин работы, поиска. Еще один проект, который ведет поисковое движение России, это «Судьба солдата». Мы помогаем гражданам установить судьбу их близких. Если у вас есть что спросить и есть такой человек, напишите на адрес поискового движения России. Я хочу сказать, что поисковики в этом году, несмотря на то, что нам пришлось корректировать планы, сделали очень много. Были подняты останки более 15 тысяч защитников Отечества. Состоялась традиционная экспедиция Аджимушкай близ города Герой Керчь. И я хочу сказать, что несмотря ни на что, наш праздник удался. Вот такое мнение, высокая оценка вашей деятельности, что можете добавить? Я даже принес, к сожалению, в этом принес планшетку такую, готовят поисковики. У нас при региональном отделении создано поисковое движение, Крымский рубеж. В него входит на сегодняшний день 9 отрядов. в том числе в него вошли отряд Федеральной службы судебных приставов, с кем мы в прошлом году масштабнейший проект выполняли, в том числе в Керчи. Это отряд таможни, это наши казачьи дружины, здесь вошел отряд. И в этом году за неполный подняли порядка 360 человек, из которых до 7 человек уже установлено. на планшетке медаль медаль за отвагу. В этом году уже мы передали две медали за боевые заслуги в разные города, медаль за отвагу и вот еще одна медаль, которая в ближайшие дни уедет в Брянск. Жив еще сын того бойца, которого подняли. И это действительно, как сказала Елена Моисеевна, беспрецедентная работа поисковиков. Почему? Потому что мы не просто находим останки, а мы возвращаем историю семей, историю семьи, потому что нет человека, пропал, а здесь история возвращается в семью и, наверное, это очень много и дорогого стоит. У меня такой вопрос, вы же не первый год этим занимаетесь, как сейчас, насколько активно молодежь вливается в это движение, вот поисковое, например. Интересно это молодежи или все менее и менее они сидят в смартфонах и снимают ролики про себя любимые? Нельзя сказать о всей молодежи, ведь точно так же кому-то нравится вышивание, кому-то нравится хоккей, кому-то нравится футбол. Но я хочу сказать, что наверное наша молодежь в любом случае, чем бы ни занималась, что бы ни нравилась, все неравнодушные. Не все поедут на раскопки, кто-то поедет на раскопки, кто-то поедет с Владимиром восстанавливать памятник, кто-то будет еще каким-то образом выполнять то, что велит ему сердце и душа. Но тем не менее, равнодушных, еще раз повторю, нет. И вот сейчас мы провели огромную такую эстафету заплыв, который из Новороссийска пловцы проплыли и закончили мы 7 ноября в городе Героя Севастополя. Три города Героя. Новороссийск начинал эту эстафету, Керчь встречала нашу Крымскую эстафету и в Севастополе закончили. 555 километров. Опять же, пандемия нам не дала провести в том масштабе, как мы хотели, но мы провели, провели достойно и на всех этапах, как участники бессмертного полка, как неравнодушные люди везде встречали, помогали и откликались на это мероприятие. И лозунгом было, конечно же, доплыть до победы. До победы доплыли. 7 ноября в городе Севастополе и в городе Героя прошел финал. И достойнейшее мероприятие, когда было доказано, что воля духа, сила тела, а самое главное, мы добились того результата, 75 лет должны были к 9 мая, а мы сделали эту эстафету, завершили к 75-летию того самого парада, который прошел по Красной площади в 41-м году. в любом случае, еще раз, воля духа и сила тела, она всегда приведет к победе. Но если первое, конечно, это должен быть разум. Вот и каждый на своем этапе. Вот это и есть патриотическое воспитание, это и есть наша забота, наша защита о наших близких людях. Наталья, вот к вам вопрос. Ну, сфера образования в этом году, конечно, немножко претерпела неудобства, мы все об этом знаем, и преподавателям, и студентам было. Пришлось работать по-новому и в образовательной сфере, и наверняка в научной. Как это повлияло на активность нашего университета в сфере патриотического воспитания, взаимодействия с теми же организациями? Этот год ознаменовался не только знаменательными датами, но и реализацией масштабных новых проектов, и, наверное, вот тот онлайн-формат, который мы перешли весной, он дал определенный стимул для абсолютно нового формата работы наших студентов и наших преподавателей, потому что именно в апреле мы смогли, проводя историко-культурное исследование в рамках одного из наших проектов по мемориализации Старого русского кладбища, внести уточнение и, в общем-то, прийти к алгоритму уточнения данных на тех бойцов, которые захоронены в братских могилах. Как раз проводили исследования в целом этого некрополя, как досоветские, так и советские. Вот по-советски они поставят под охраной государства, да, это как раз-таки более 20 объектов культурного наследия, и, в частности, на те братские могилы, которые там, было внесено более 120 уточнений в имена, в должности, непосредственно награды тех бойцов, которые там захоронены. И сегодня это позволяет вносить дальше изменения в охранные документы на эти объекты культурного наследия и продолжить работу на штабах всей республики. Потому что сейчас мы уже осенью этого года вместе со студентами, историками первого курса в рамках проектной деятельности, которая есть, и которую мы хотели сделать именно такой прикладной, вот, проводить эту же работу стали на воинском кладбище, которое на старозенитной у нас в Симферополе. И, в общем-то, работа проведена в масштабах теперь всего кладбища. Воинское кладбище является все объектом культурного наследия. И это подразумевает как раз-таки уточнение более тысячи имен. Это работа сейчас вот на финальном этапе. И задачу мы уже теперь совместно с профильным ведомством, департаментом госохраны культурного наследия нашего Министерства культуры начали реализовывать в масштабе всей республики. И, в общем-то, те 100 объектов, которые сегодня в федеральной программе по увековечению памяти погибших при защите Отечества стали также предметом нашего изучения. И к концу этого года мы внесем уточнение вот в эти братские захоронения как минимум сотню. Естественно, объем работы разный. Где-то больше, где-то меньше. Некоторые объекты есть, в частности, вот по армянску, где, в общем-то, в тысячу имен нужно уточнить, внести данные. Поэтому этот год, в общем-то, отдал определенные новые интересные результаты. И я думаю, что он достаточно продуктивный. Более того, обратили внимание на нашу деятельность в, в общем-то, ведущие фонды, фонд президентских грантов, российский фонд культуры. И при их поддержке мы смогли, естественно, сделать гораздо больше. Ну что ж, Владимир, вот ваша же деятельность тоже, естественно, связана с ВУЗами, как-никак отряды студенческие. Что у вас было необычного в этом году? Студентам подзаработать удалось. И как это связано, собственно, с патриотическим воспитанием? Студенческие трудовые отряды в этом году работали. Подстребованность была очень большая, потому что в силу тех ограничений, которые есть, в первую очередь трудоустраивались ребята, проживающие на территории Крымского полуострова, крымские студенты. По мере ослабления тех ограничений, которые были, была уже возможность трудоустройства других бойцов студенческих отрядов с материков. Но приоритет был именно за крымскими студотрядовцами. С одной стороны, это дало толчок к развитию студотрядовского движения, потому что появился колоссальный спрос на сезонную рабочую силу. Ну и, собственно, по итогам анализа работы за 2020 год могу сказать, что сравниваясь с ребятами с материка, некоторые студотрядовские наши команды, они поредели из-за того, что не было возможности трудоустройства. У нас, наоборот, в Крыму количество студотрядовцев вырос. В целом, в рамках патриотических мероприятий у нас в этом году была довольно широкая палитра в плане изменений на протяжении года. До всех жестких ограничений мы успели провести снежный десант в рамках всероссийской патриотической акции «Снежный десант». В Крыму она называется «Крымский студенческий десант». Со снегом у нас не очень густо, но поэтому у нас своя специфика региональная в названии. Но суть это благоустройство памятников, территорий, прилегающих памятникам, мемориалам Великой Отечественной войны, помощь людям преклонного возраста, прежде всего детям войны, ветеранам Великой Отечественной войны, именно в плане физического труда. Это проведение открытых уроков школы по основным вехам Великой Отечественной войны в общении с детками различных возрастов, младший возраст, средний возраст, старший возраст. И здесь у нас проблем в реализации до всех ограничений не было именно в рамках крымского студенческого десанта. Уже во время жестких ограничений наши ребята активно были привлечены уже в новом формате, это онлайн формат акции Бессмертный полк на протяжении не одного года мы обеспечили волонтерское сопровождение этой акции в Симферополе и в других городах Республики Крым. Но в этом году реализация была в формате, когда обрабатывались те данные, которые присылались для того, чтобы показать всех героев войны в онлайн формате. И здесь ребята работали довольно активно. Кто-то по несколько часов, кто-то вот прям запойно работал, обрабатывал данные. Это был определенный новый опыт для привлечения ребят к такого рода мероприятиям. И, собственно говоря, уже по мере снятия ограничений мы уходили на трудовой семестр, работали. Возникла инициатива в рамках всей организации среди всех региональных отделений российских студенческих отрядов, провести день ударного труда. Обычно он проводится 17 августа единым днем по сбору средств, которые будут направляться в год памяти и славы на ремонт памятников, мемориалов, помощь ветеранам Великой Отечественной войны в плане каких-то ремонтных работ, которые требуются. Вся зарплата идет вот на какие-то благие цели. Бойцы студенческих отрядов Республики Крым собрали более 80 тысяч рублей, 85 тысяч 200, если быть точными. Плюс мы получили возможность в этом году грантового сопровождения для реализации нашей тоже акции Десант Победы. В этом году мы в связи с тем, что не смогли ее провести в апреле месяце из-за ограничений, мы ее перенесли на осенний период. И вот в комплексе те средства, которые собрали бойцы студотрядов, грантовая поддержка наших органов исполнительной власти, поддержка неравнодушных бизнесменов, которые оказались социально ориентированы и готовы вкладываться в те инициативы, которые проявляют наши патриотически настроенные ребята. Мы решили сделать ремонтные работы на памятниках в местах партизанской боевой славы, потому что они находятся географически довольно удаленно, есть сложности с доставкой строительных материалов и так далее. То есть в этом плане мы решили сделать вот что-то новое для самих студотрядовцев, возможность обеспечить и показать на республиканском уровне, что это имеет место дальнейшего развития. Уже усилиями на данный момент проведены ремонтные работы на семи памятниках, впереди еще три памятника. Мы надеемся, что мы успеем до первого снега, я не знаю, собственно говоря, когда мы выйдем в эфир, но надеюсь, что мы успеем уже к эфиру сделать весь фронт работ, 10 памятников закончить согласно тому плану, который мы поставили. Но очень приятно, когда вы задавали вопрос, откликаются ребята или нет. У нас ограничение это транспорт высокой проходимости, потому что доставить стройматериалы и так далее. Мест для того, чтобы доставить бойцов, довольно немного, потому что транспорт, мы договариваемся где-то, где-то, какие-то моменты ограничительные со временем есть в связи с учебным процессом, который также идет дистанционно и требует, чтобы ребята учились. И вот, собственно говоря, у нас есть определенная даже вот такая конкурентная процедура, кто едет, в какой день, потому что желающих больше, чем может вместить транспорт для того, чтобы доставить на ремонтные работы ребят. В плане того момента, что люди, которые приезжают в лесную зону для отдыха, вот в теплое время, когда, собственно говоря, у нас основной фронт работ сейчас проводился, они сами подключаются. Ребят, чем помочь? Как откликнуться? Было приятно, когда подходил человек, говорит, можно я тоже присоединюсь, начал мешать бетон вместе с ребятами, показал, как правильно. Оказалось, что он директор одной из строительных компаний, без всяких регалий, без всяких каких-то громких имен и чего-то ни было, все готовы приложиться, потому что дело правильное, дело правое, и, собственно говоря, люди откликаются очень и очень активно. Поэтому, в целом, для нас такой палитрой широкой было, классической, что-то новое в связи с этими ограничениями из-за карантинных мероприятий. И вот уже в это время, когда закончил у нас трудовое семестр, ребята, собранные средства, грантовые средства, которые нам выделили для вот этих ремонтных работ, сделали довольно существенный, я считаю, вклад в год памяти и славы для того, чтобы сказать, что мы чтим память наших дедов, прадедов, отдававших свои жизни, проливавших кровь, за то, чтобы мы могли жить, дышать. Ну что ж, похвальный опыт. Отец Богдан, ну, вам выпало завершать нашу продолжительную дискуссию, поэтому вам задам, наверное, какой-то философский немножко вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как современная православная церковь трактует понятие патриотизма как, с одной стороны, для верующего, воцеркленного человека, так и для того, кто не пришел еще к такому пониманию мироздания? Знаете, хочу прежде всего сказать вот о чем, о том, что радостно, что сама тема о патриотизме поднимается и она беспокоит наше общество. Это похвально, это свидетельство того, что мы живы и мы заботимся о своем отечестве и о своих стране, о своих гражданах. Отрадно слышать такой ряд мероприятий, которые сделаны за этот год, ну и за другие годы и планы на следующее время, на перспективу. Конечно, всех нас интересует вот само понятие, что такое патриотизм, в общем-то. И если смотреть, что я как священник представляю православную церковь, все думают, что церковь это некий свой институт, который по-своему трактует эти понятия. На самом деле, я просто отвечу на этот вопрос. Патриотизм это любовь к своему отечеству. Если чуть-чуть углубиться, вот как вы говорите философски, я скажу это больше с духовной точки зрения, то патриотизм это одна из добродетелей, которая сама по себе не рождается в человеке на уровне инстинктивном. Она является результатом очень большого труда определенных слоев людей, общества и так дальше. И вот для того, чтобы в нас была эта любовь к своему отечеству, нужно всем потрудиться на разных уровнях. На уровне семьи, на уровне дошкольных и школьных учебных учреждений и так дальше, и так дальше. И, конечно, при всем этом само государство должно понимать, что мы, понимая понятие патриотизма, заботясь о своем государстве, есть такие же люди где-то в мире, которые используют эту идею вопреки интересам нашего государства. И, конечно, здесь, соответственно, должна вестись определенная работа. Поэтому, конечно, хотелось бы пожелать всем нам, чтобы мы, понимая важность всего этого, чтобы мы работали над тем, чтобы не просто какие-то отдельные направления мы активно их реализовали в своей жизни, но чтобы была некая концепция по работе на благо патриотизма. Чтобы была планомерная работа на разных уровнях, начиная с детского возраста, начиная, так сказать, с семьи, отношений матери и ребенка. Это очень важно, потому что патриотизм из этого и начинается, когда дети любят своих родителей, а семья это ячейка общества и так дальше. Можно на эту тему очень много говорить, и хотелось бы говорить, и хотелось бы почаще, чтобы нас приглашали на телевидение, чтобы мы могли донести до общества не чисто позицию церковную, а все же в некотором культурологическом понимании общие понятия, что при том, что мы живем в светском обществе, это нужно правильно понимать, что такое светское общество. Все равно церковь большое дело делает именно в направлении патриотического воспитания. И, конечно, есть такие мнения, патриот тот, кто умирает за свое отечество. Конечно, вот те, о которых мы сегодня вспоминали, те патриоты, которые, на долю которых выпало, скажем, стать и защитить своей грудью свое отечество, своих родных, свою веру, они это достойно сделали. И мы сейчас восхищаемся их подвигом, и мы это, так сказать, обновляем в своей памяти и приумножаем, чтобы восторжествовала правда. Но ведь мы живем в другое время, и сегодня не стоит вопрос там стать на защиту кого-то или чего-то. Если это понадобится и будет на это воля Божия, конечно, мы будем к этому стремиться, но сегодня патриотизм можно и в других направлениях рассмотреть. Это нормальный подход к образованию, то есть учиться просто в школе, чтобы стать хорошим специалистом любой отрасли, чтобы решать впоследствии любые социальные и другие направления жизни, деятельности общества. Ну и так дальше, и так дальше. В этом направлении можно много говорить. Но в целом, конечно, государство не может жить без того, полноценно существовать, чтобы не было именно патриотического духа, когда люди готовы именно на подвиг. Перевезти бабушку через дорогу, вот как в Симферополе был случай, когда человек своей жизнью пожертвовал, он на железной дороге оттолкнул бабушку с двумя внучками, вот, такой случай был. Вот люди готовы на такой подвиг. И это общество живое, оно высокодуховное, потому что патриотизм, он на уровне не только чисто физическом, а он начинается именно с границ духовных, когда внутри себя ты состоишься как личность, ты можешь правильно анализировать и делать правильные соответствующие действия в своей жизни. Очень приятно, что вот в процессе современной жизни есть очень много платформ, на которых есть возможность молодым людям и школьникам и студентам практически сделать нечто именно в этом направлении. И, конечно, такое пожелание было бы, чтобы были разные платформы для того, чтобы общаться на тему патриотизма, разрабатывать разные концепции и внедрять их в жизнь. Это будет самое правильное. У нас будет здоровое общество, которое будет говорить на свою родину, что это не просто какое-то государство, а сказать, что это мое отечество с внутренним таким настроением и готовым быть помогать, укреплять, защищать и все делать, чтобы это отечество было здоровым, чтобы оно развивалось, чтобы оно было способным защитить всех и вся. Что ж, большое спасибо вам всем за ваше мнение и за то, что каждый из вас со своей стороны делает для патриотического воспитания молодежи в нашей стране. Даст Бог, все проблемы будут решаться, а достижения наоборот приумножаться. Это был дискуссионный клуб Крым Патриот Форум 2020 на телеканале Крым24. Всем удачи, здоровья, любите Родину и на всякий случай будьте готовы ко всему. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин